Дорогие братья и сестры, друзья, вы знаете, за последние две тысячи лет истории человечества, ну, скорее всего, самым известным именем было и остается имя Иисус. Если говорить отдельно о нашем с вами времени, то уже миллионы и миллионы людей называют себя последователями Иисуса Христа. К этому можно добавить еще другие миллионы тех, кто как-то или где-то слышал об имени Иисуса. А вот для большинства из нас, для тех, кто присутствует в этом зале, имя Иисус имеет даже священное значение. Мы говорим об имени Иисуса, воспеваем имя Иисуса, мы с вами даже молимся во имя Иисуса. А вот давайте попробуем перенестись немножко больше, чем на две тысячи лет назад. А вот как обстояло дело для Марии и Иосифа? Когда родился их первый ребенок, насколько известным было имя Иисус в то время? Ну, конечно, само значение имени Иисус, оно имеет особое значение. Но вот само по себе имя не было необычным именем. Не говоря о книгах Ветхого Завета, в Новом Завете мы с вами найдем, по крайней мере, два других человека, которых звали Иисус. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о лжепророке, которого звали Варий Иисус, что обозначает сын Иисуса. Между прочим, один из сотрудников апостола Павла, его тоже звали Иисус. Павел пишет об этом в послании Колосинам. Иисус, прозванный Иустом. Ну, вот к этому можно добавить еще одну вот такую вот маленькую деталь, что в некоторых древних рукописях Евангелий преступник, которого освободил Пилат, который упоминается не просто как Варава, а Иисус Варава. Ну, значит, для времени, когда жили Мария и Иосиф, имя Иисус было обычным именем. Может быть, не было распространенным именем, но это было обычное имя. И если говорить о всей Библии, то у нас есть четыре Иисуса, кроме Иисуса Христа. Интересно, когда мы с вами говорим вообще об имени человека, но есть несколько таких понятий, которые вот хотелось бы напомнить. К примеру, есть такое понятие, как аноним. Человек, когда человек скрывает свое имя, есть такое понятие, как псевдоним, то есть человек, который использует вымышленное имя. Но есть еще одно вот такое вот понятие, которое называется мононим. Вот мононим – это люди, чьи имена состоят только из одного слова. Люди, чьи имена состоят только из одного слова. Вот такое было очень-очень распространено в Древней Греции. Многие греческие философы носили только одно имя – Сократ, Платон, Аристотель. Это было распространено в Древнем Риме, а многие императоры Рима носили только одно имя – Тиверий, Клавдий, Нерон. Евреи также были народом, в который каждый ребенок при рождении получал только одно имя. Имя без фамилии и без отчества. Ну, просмотрите название книг Библии или вспомните историю Ветхого Завета, это очень хорошо заметно. Ну, к примеру, если было необходимо различие, то обычно к имени человека добавлялось имя отца или имя какого-то другого предка. Вот мы с вами знаем Симон, сын Ионин, или мы с вами знаем Иисус Навин. А вот в зависимости от строения имени библейские имена могут быть простыми или сложными. Но вот простые имена имеют только одну составную часть – пророк Нафан, что в переводе обозначает, переводится как «дар». В то время как сложные библейские имена имеют или состоят из двух или более независимых частей. То есть есть пророк Нафан, а есть человек с именем Иоаннафан. То есть Нафан – это простое имя, а Иоаннафан – это уже сложное имя. А вы знаете, вот нас сегодня интересуют теофорные имена или личные имена людей, которые включают в себя еще и имя Бога. Вот несколько примеров. Имя, некоторые библейские имена указывают на уверенность и смелость. Иоиль, иегова есть Бог. Другие библейские имена выражают какое-то благодарение. Вот я уже вспомнил Иоаннафана. Иоаннафан – это дар Иеговы, подарок от Бога. А некоторые имена выражают желание или просьбу. И Аким, иегова, да устроят. А вот еврейское имя Иисус – это сложное по строению имя. И это также теофорное имя. Имя Иисус состоит из двух корней – иегова и спасает. Мария и Иосиф дали своему сыну имя Иисус, что означает – иегова спасает. Ну, очень часто вот так бывает в членом Писании, что имя ребенка показывает желание родителей. Вот помните, как назвали Ноя? Это тоже было желание родителей, когда они говорили, что вот этот ребенок утешит нас в работе нашей, в трудах наших, при возделывании земли, которую проклял Господь. А в других случаях имя, вот ребенка, оно пророчествовало о личности, которую в будущем проявит этот человек. А иногда имя ребенка было связано, просто связано с событиями рождения. Ну, к примеру, держался рукою запятую брата своего, поэтому родители дали имя Яков. А имя – это нечто большее, чем отличительный знак человека. В еврейской культуре имя очень близко вот к нашему понятию личность. Личность или полная картина поведения человека. То есть очень часто библейские имена показывают, как в имени человека собраны как внешние, так и внутренние модели поведения человека. Вот интересно, а как во все это библейское понимание или использование имен вписывается история об имени Иисуса? Хотел отметить такую маленькую деталь, что все-таки имя Иисуса – это не какая-то волшебная палочка. Не нужно ошибаться, вот простое повторение этого имени не несет в себе никакой силы. Сила имени Иисус – это личность, которая стоит за этим именем. И в библейские времена имена очень много значили. Это были не просто познавательные знаки, имена часто рассказывали другим, кто вы и какую цель имеете в жизни. Вот я напомню еще несколько библейских имен, и потом мы прочитаем с вами библейский текст. А, к примеру, Адам. Адам был первым человеком. Ева была матерью всех живущих. Авраам был отцом многих народов. Вениамин был сыном правой руки своего отца. Моисея вытащили из воды. Петр был скалой. Варнава был сыном утешения. А как насчет имени Иисус? Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Позвольте процитировать слова одного из библейских комментаторов, вот именно на этот библейский отрывок. «Больше, чем великий учитель, больше, чем просвещенный человек, больше, чем творец чудес, больше, чем источник смысла жизни, больше, чем политический освободитель, больше, чем заботливый друг, больше, чем преобразователь культур, больше, чем цель для бесцельного. Иисус – это спаситель грешников». Однако, посмотрите, как просто рассказана история рождения этого человека. «Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их». Вот, между прочим, вот это вот объяснение имени Иисуса «спасет людей от грехов их», оно взято евангелистом из книг Ветхого Завета. Вот он сам не говорит об этом, что это исполнение древнего пророчества, однако вот в 129-м псалме есть два стиха, которые очень-очень сильно похожи на то, что написано в Евангелии от Матфея. А давайте посмотрим 129-й псалм, последние два стиха. В конце этого псалма, это последние стихи этого псалма, весь народ слушает призыв «Да уповает Израиль на Господа». То есть ко всей стране, ко всему народу звучит призыв «Уповайте на Господа». У Господа милость и многое у Него избавления. Но вот почему уповать на Бога? В каком смысле милость и избавление? Что за милость нужна вот этому израильскому народу? И что за избавление необходимо этому народу? И последний стих этого псалма отвечает на этот вопрос. «Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Ибо Он спасет людей Своих от грехов их». То есть уже тогда, когда появился 129-й псалом, было ясно, что слова указывают на искупителя и на дело искупления. А вот в Евангелии от Матфея, а именно здесь начинается Новый Завет, мы узнаем, что время искупления наступило. И тот, кто сделает возможным искупление, это сам Бог в лице своего единственного Сына. Так имя Иисус означает. И Егова есть спасение. В нашем христианском лексиконе есть слова, которые используются очень часто. Но вот слово «спасение» – это одно из таких слов, которые мы с вами используем очень часто. «Спасение» – это наиболее широко используемый термин, который обозначает Божье избавление от силы греха и последствий греха. То есть таким является состояние человечества. Вот когда Бог смотрит на человечество, что Он думает о людях, Он думает, Он знает, что люди нуждаются в спасении. А вот интересно, если бы мы с вами вернулись в то время, когда жили Мария и Иосиф, вот во время Нового Завета, если бы мы говорили на их языке, если бы мы с вами оказались среди людей, очень интересно было бы послушать, вот о чем люди говорят. И как часто, к примеру, эти люди используют слово «спасение». Мы бы с вами обратили внимание на то, что слово «спасти» имело очень обширное, даже светское значение. То есть его использовали не только как религиозное слово. К примеру, слово «спасти» можно было использовать в любой ситуации, в которой человек избавлялся от какой-либо опасности, реальной опасности или даже потенциальной опасности. В Священном Писании остались эти примеры. Я напомню женщину, которая на протяжении 12 лет страдала болезнью. И помните, все попытки врачей не принесли никакой пользы. Она только пришла в еще худшее состояние. И вот на страницах Евангелия оставлены ее слова. «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью». То есть выздоровью – вот такой вот перевод в нашей с вами русской Библии. А вот если бы мы с вами стояли рядом, мы бы с вами услышали, понимали язык, на котором она говорила. Мы бы с вами услышали, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то буду спасена». То есть это буквальный перевод. То есть спасение означало исцеление от болезни. Похожим образом говорили о спасении от врагов или даже возможной смерти. Помните, учеников Христа в лодке, когда они очень громко позвали и сказали, «Господи, спаси нас, потому что мы погибаем». То есть значение слова «спасение» не ограничивалось только идеей избавления от опасности. Очень интересно, что иногда вообще спасением, знаете, что называли? Спасением называли состояние благополучия человека. Состояние благополучия человека называли спасением. Но, между прочим, в книгах Ветхого Завета очень часто слово «спасение» используется именно в этом смысле, используется в широком смысле. «Бог благ к своему народу». Кто даст Сиона спасение Израилю? Бог вывел нас из плена, и поэтому радуется Иаков, веселится Израиль. То есть спасение – это состояние благополучия человека. Таким образом, Ветхозаветное понимание спасения довольно конкретно и часто охватывает не только духовные благословения человека. Знаете, что происходит? Что только после жизни Иисуса Христа вот эта вот терминология спасения, она приобретает особый смысл, приобретает немножко другой смысл, основываясь на Ветхозаветном понимании Бога, основываясь на Его милосердных действиях по отношению к своему народу, теперь Иисус Христос в Новом Завете называется или имеет титул «Спаситель». Иисус Христос – это Спаситель. И теперь титул Иисуса Христа «Спаситель» резюмирует христианское учение об отношении Бога к своему народу. Именно теперь после жизни Иисуса Христа спасение понимается по-новому. Речь теперь идет об избавлении от греха, об избавлении от гнева Бога, который ожидает грешника. А момент обращения человека считается моментом спасения. Если вы обратились к Богу, то вы спасены. Очень интересно, что вообще вот сам термин, да, вот спасение или использование этого термина вот само по себе, вы знаете, на что оно указывает? оно указывает на то, что спасение, оно является действием извне. Спасение является действием извне. То есть это не то, что делаем мы с вами. Это то, что делает Бог для человека. Бог есть Спаситель, и поэтому спасение зависит от благодати Бога, и люди не могут спасти себя своими собственными силами. Спасение происходит через действия Иисуса Христа, именно Его воплощение, Его жизнь. Искупительная смерть имели место, чтобы спасти грешников. Но и вот теперь весть о спасении, она открыта на страницах Писания. Само спасение становится действенным через проповедь Евангелия, становится действенным тогда, когда человек отвечает верой на эту весть и покаянием. Итак, дорогие друзья, братья и сестры, каким словом возможно показать действие Бога, когда Он избавляет людей от их грехов? Мы с вами говорим, это спасение. Позвольте напомнить еще одну библейскую историю. Это уже Закхей, к которому в дом пришел Иисус Христос. И вот когда они уже были вместе, и Закхей произнес свои знаменитые слова, что половину имению Он отдает нищим, и если кого Он обидел, то Он воздаст вчетверо. Христос ответил Ему на это. Ныне пришло спасение дому этому. Вот теперь вот в этом библейском тексте спасение понимается уже немножко больше, немножко шире. Это уже всестороннее, понимается всестороннее, как сумма очень многих благ, дарованных Богом человеку. А полностью наше с вами спасение будет осуществлено только в новом веке. А тем не менее, Священное Писание говорит о том, что наше с вами спасение, или опыт нашего спасения является действительным опытом. Вы знаете, если есть... Говорить о христианстве, если говорить о христианстве, если есть такое учение, которое подвергается опасности, недопонимания и искажения, это, конечно, учение о спасении. Чаще всего, чаще всего о спасении думают, как о том, что люди должны заработать спасение или заслужить спасение. Заслужить, совершая какие-то действия, угодные Богу, или, можно было бы сказать, добиться расположения Богу. Очень интересно, что в наших протестантских церквах учение об оправдании только верой является показателем, очень важным показателем того, стоит или отступает церковь от истины Евангелия. Мы верим, проповедуем, понимаем, что спасение – это Божий дар для человека. Спасение невозможно и неправильно отделять от личности Иисуса Христа. И поэтому Христос, Он был не только великим учителем, учителем нравственности, Он был не только тем, который избавил людей от невежества о Боге, от незнания о Боге. Иисус Христос – это Бог стал человеком, чтобы примирить грешный мир с Собою. Иисус Христос – это… Почему Иисус Христос? Потому что человек нуждается в очищении от греха и вины перед Богом. И поэтому спасение, в первую очередь, оно подразумевает духовное спасение человека. И вот самая большая потребность любого человека, каждого человека – это именно потребность в примирении с Богом. И только затем, после примирения с Богом, все становится на свои места. Только затем приходят все остальные блага, благословения Бога. Ну и последнее, что хотел бы обратить ваше внимание, это на личность, о которой мы с вами прочитали, а именно Иосиф. Интересно, что вот библейский текст, а я читал из первой главы Евангелия от Матфея, вот библейский текст говорит, что вот послание о значении имени Иисуса Христа в первую очередь было передано Иосифу. То есть самый первый о значении имени Иисуса узнал Иосиф, да, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вы знаете, вот так интересно получается, что вот некоторые герои рождественской истории остаются незамечены. Вот как вы думаете, кому из героев Рождества меньше всего уделяется внимания? Да, Иосифу. А кому мы меньше всего поем в рождественских песнях? Мы поем о Марии, поем о пастухах, поем о волхвах, и меньше всего в наших песнях говорится об Иосифе. Ну, я ни в коем случае не упрекаю, мне кажется, само библейское повествование, оно ведет человека именно так. То есть мы думаем о чем-то другом. Однако, вот этим отличается повествование евангелиста Матфея от Луки. То есть Матфей повествует историю о рождении Иисуса Христа глазами Иосифа. Это тоже очень интересно, тоже очень замечательно. Знаете, почему? Ну, потому что получается, что это то, что мы с вами не заметили. А то, что, может быть, может быть, то, о чем говорили недостаточно много. Но вот здесь очень много интересного. Несколько мыслей мы с вами будем молиться. Посмотрите на суть или смысл повествования истории именно вот глазами Иосифа. Вот для нас с вами, к примеру, Рождество – это время радости, не так ли? Это когда там семьи собираются вместе, это очень доброе время. Время вот такой вот заботы друг о друге. Встречи семейные, поздравления. Время поздравлений у нас в церквах, такое богослужение, приятные, добрые. То есть это очень доброе, очень доброе время. А вот подумайте о том, какое значение вот то самое первое Рождество имело для Иосифа. Вы знаете, если в его жизни когда-то был самый сложный кризис, или если в его жизни были самые сложные переживания, ведь это было самое первое Рождество, не так ли? Позвольте спросить по-другому. А какой была самая первая встреча Иосифа с Иисусом? Какой была самая первая встреча Иосифа с Иисусом? Это была встреча, которая внесла в его жизнь самые сложные переживания. Это была встреча, которая внесла столько, много неудобств. Ведь он узнал о своей любимой девушке, о невесте, что она в положении, что она беременна. И он не знал, что с этим делать. И он думал и думал о том, как ему поступить. И Священное Писание говорит нам о том, что он был праведным человеком. Однако, только ли об Иосифе мы читаем в этом смысле? Не таким ли сложным, непонятным и на первый взгляд разрушительным было первое Рождество для Марии? Не таким ли непонятным и сложным было первое Рождество для родителей Иоанна Крестителя, для волхвов, для пастухов, для царя Ирода. То есть, для большинства участников этой истории Рождество было самым большим кризисом или переломом жизни. Ну, для Иосифа это были потрясающие переживания. Это очень интересно, знаете, в каком смысле? Это интересно в том, что, если говорить об израильском народе, они все-таки знали о приходе Мессии. И они ожидали прихода Мессии. Вот Евангелист Матфей дает нам замечательное родословие Иисуса Христа, родословие, в которое входит Иосиф. То есть, Иосиф сам прекрасно понимал, что где-то в линии его предков, что линия его предков это линия Мессии. То есть, они были люди, которые ничего не знали о Мессии. И если говорить об Иосифе, знать о приходе Мессии для Израиля, это одно. А вот теперь Иосиф должен был понять, Иосиф, а что будешь делать ты, когда Мессия посетит лично тебя? Может, много говорили в синагогах о том, что он придет, что его нужно ждать, что у нас есть отцы, что у нас есть великое будущее, Иосиф, а когда Христос, Мессия, придет лично в твою жизнь, что будешь делать ты? Очень интересно библейское повествование, замечательное переживание, открывает нам Священное Писание. Вы знаете, для чего? Для того, чтобы показать, братья и сестры, вот так действует Евангелие. Вот так вот действует Евангелие. На первый взгляд людям кажется, что все разрушит мою жизнь. На первый взгляд Евангелие это разрушение моей жизни, это кризис моей жизни, это перелом моей жизни, это только на первый взгляд. Интересно, Священное Писание называет Иосифа праведным. Представьте себе, Евангельская весть, весть Евангелия для праведного человека становится препятствием. Евангельская Весть о приходе Мессии для праведного человека становится препятствием. Оказывается, грешнику легче принять Евангелие, праведнику сложнее. Оказывается, грешнику легче держаться за Евангелие, праведнику намного сложнее. Но именно так действует Евангелие. Перед человеком остается выбор одного из двух. И только, только, только одного. Принять Евангелие. Вот для Иосифа это было так. Если он примет Евангелие, ну тогда попробуйте представить себя на его месте. Вот если он примет Марию, тогда все, все, все в его жизни поменяется. И перед Иосифом стоял именно этот выбор. Либо все поменяется, либо ничего не поменяется. То есть неизбежно приход Иисуса Христа, неизбежно беспокоит жизнь человека. И только так действует Евангелие. Однако, опять вот замечательное библейское повествование. Вот для Иосифа приход Мессии не только принес самый большой кризис его жизни, но также самое большое просвещение его жизни. То есть если когда-то в жизни у него было самое великое просвещение, то это было во время первого Рождества. А потому что в то время, когда он думал о том, как поступить ему вот со своей невестой, которая оказалась беременна, это был действительно очень добрый человек, это был человек с нежным сердцем. То есть он очень много думал о том, как мне теперь поступить. Он нашел выход. Он нашел выход. Он просто хотел тихо отпустить вот свою невесту, которая беременна. Между прочим, в Священном Писании говорит, что не было ни одного человека, который бы он сказал об этом, поделился. То есть это все происходит лично в его сердце. И вот именно тогда, когда он много об этом думал и даже принял это решение, вмешивается Бог. И он получает самое большое просвещение в своей жизни. И теперь он понимает, что вот это вот решение, которое он принял из любви отпустить Марию, это было решение, это был результат неправильного понимания Евангелия. И теперь ангел обращается к нему и говорит, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою и бродившаяся в ней есть от Духа Святого. То есть ангел сообщает о том, что происхождение ребенка Марии не связано ни с каким человеком. Оно связано только с Богом. И что это рождение этого младенца принесет спасение даже Иосифу. Спасет людей своих от грехов их. И теперь Иосиф понимает, что оказывается тайна рождения вот этого ребенка, она скрыта в Писании. То есть тайна рождения не в грехе Марии, не в грехе другого человека, а тайна рождения, она в Священное Писании. И для Иосифа было очень-очень важно узнать, что вот ребенок от Бога, и больше того, ребенок, это исполнение Священного Писания. Итак, именно так действует Евангелие. Сначала кризис, перелом, и затем открываются глаза человека. Человек получает просвещение своих отчей. Иосиф понял, что Иисус не только Спаситель мира, но и Его личный Спаситель. А на этом примере мы с вами понимаем, что даже праведники, они нуждаются в спасении. Даже праведники, они нуждаются в Иисусе Христе. И даже праведники нуждаются в том, чтобы они были спасены от грехов их. И самое последнее. Вот то, как повествуют Матфей и Лука, есть сходство. Ну, к примеру, когда ангел пришел к Марии, его речь началась со слов «не бойся». Когда ангел посетил Иосифа, его речь точно так начинается со слов «не бойся». Вроде бы, ну, кажется, похоже, но очень-очень большая разница. Когда ангел говорил Марии «не бойся», он имел в виду «не бойся меня», ангела. Когда ангел говорил Иосифу «не бойся», Иосифу ангел сказал «не бойся Иисуса». «не бойся Иисуса». Ну, братья и сестры, я хотел бы закончить именно вот этой вот мыслью для тех, кто еще не принял Иисуса Христа. Это очень важно, интересно услышать. Не бойтесь принять Иисуса. Чтобы вы не думали о Нем, как бы вам ни казалось, это повлияет на вашу жизнь, не бойтесь принять Иисуса. Аминь. Я призываю вас к молитве. Если вы желаете помолиться, пожалуйста, помолитесь. Спасибо.